Приветствую вас на канале Ingvar Pro Music. Я Ingvar, и это обзор музыкальных новинок. Поехали! Да, 2020 год выдался на редкость уникальным годом. Такое количество отмененных концертов, фестивалей, поломанных планов, нужно еще только себе поискать и представить. Ни один год не пестрил таким количеством обломов, как в 2020 год. Можно сказать, что определенные позитивные вещи тоже в нем присутствуют, потому как много кто перестроился на удаленки, кое-кто начал снимать, вести свои блоги. Это можно, конечно, отнести к позитивным вещам. Однако далеко не радужные вещи, события и воздействия были именно на музыкальную индустрию. Никакого правильника! Меня сначала закрыли, потом шарик не дали, ничего нельзя! Концерты, обеспечение аппаратом, туры, клубы закрываются, к сожалению. Фестивали не проводятся, крупные мероприятия не проводятся, и это лютый-лютый факин щит. Это мерзость! Это реально мерзость! Что больше всего порадовало в 2020 году, так это количество классных команд, которые выпустили отличнейшие альбомы. Итак, давайте же обсудим, что было наиболее интересно в 2020 году. Поехали! Начнем с Трэш-металла. Тестамент радовали нас своим альбомом Тайтлс оф Креэйшн. Сепульдура, альбом Квадро. Были достаточно средние альбомы Стромбрингера и Анигилейтера. Удивительная история произошла с коллективом Мистер Банду. Они решили в 2020 году выпустить альбом в совершенно трэшевом стиле. Альбом не свойственен этому коллективу, никаких экспериментов, ничего сверху уникального в этом альбоме нету, кроме участия на нем Дэйва Ломбарда. Неплохие альбомы Слоттер Миссайя и Боди Каунт. И что больше всего меня порадовало, это группа Батчер. Очень угарный коллектив, очень угарнейший альбом. Хайл рекомендант, я про него снимал, про него говорил в одном из первых роликов. Поэтому если кто-то не добрался, обязательно зацените, это лар. На первом месте лично для меня это Sodom, который торжественно подвел черту под всем трэш-метал 2020 года, выпустив свой Genesis, олдскульный, мощный, драйвовый, агрессивный альбомище. Другой стиль музыки, к которому я испытываю персональный огромный интерес, это Black. Black в этом году было достаточно много хорошего. Был и микрофобик, и хорна, фентрол, эндоушенс, прекрасный эндоушенс, отличный альбом. Про эти все вещи я рассказывал в предыдущих обзорах, поэтому не буду заследить на них внимание. Я хотел бы отдельно выделить новый альбом группы Abigo и, безусловно, аналнатрах. Аххххххх. От Шляхера и Свинок переходим к Думетал. В Думе очень много именитых коллективов. В 2020 году запилились новые альбомы. Это были и Майдан Брайт, Ghost of Orion, Дракония, условно классный, и легенд Дума Пардайс Лост. Здесь не однозначно. Креметари, был же также и Кэндл Масс. Про них был отдельный у меня выпуск. Лично моим фаворитом среди Дума, хотя его и нельзя отнести напрямую к Думу, выявляется Кататония. Переходим к еще одному экстремальному стилю – Дезу. В Дезметале, как ни в одном из других стилей, было действительно большое количество крутых вещей. Вейдер, Бенедиктшн, Год Детронт, Вульфхарт, Драк Транклилити. Офигенный брутальный Синистер, Deformation of Holy Realm. И, конечно же, Напаундес. Открытием для меня был коллектив «Берзерк Религион», который состоит из участников «Хипокризи» и «Асфикс», а также «Вейдер», «Варк Фюнерал» и «Вом Бэф». Такая супер-банда, средне-темповый, мелодичный, жесткий, мужской волосатый без метал. Абсолютно мимо кассы прошел, как всегда, «Инкантейшн». Сколько раз я не пытался вслушиваться и не слушал «Инкантейшн», дальше двух-трех песен меня не затягивало. И стопроцентным для меня фаворитом, наравне с Напаундес, есть такой американский коллектив из Флориды «Диаболик». Это зуботропильный, агрессивный, пилищный, умно-помрачительный просто «Дэзмальтал». Что ж, а на этом, пожалуй, все. Вот такие вот мои субъективные итоги музыкального 2020 года. А какие альбомы понравились вам больше всего? Напишите в комментарии, было бы интересно подискутировать. До новых встреч! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!